Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Мне крайне отрадно принимать участие в данном мероприятии, особенно в преддверии нашего профессионального праздника Дня работников торговли. Михаил Валерьевич, давайте начнем с подведения небольших итогов за прошедшее полугодие 2020 года. Как сработала торговая отрасль в Беларуси? В целом отрасль сработала достаточно неплохо. Я хотел бы охарактеризовать определенные показатели работы отрасли в увязкой с экономическими определенными показателями. По данным официальной статистики, это если говорить уже о положительных трендах за первое полугодие текущего года, то розничный товарооборот составил 25,1 млрд. рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню предыдущего года. При этом темп роста розничного товарооборота организации торговли, именно организации юридических лиц, на который пришлось 91,6%, составил 104,2%. Темп роста товарооборота индивидуальных предпринимателей, которые представляют преимущественно субъектов малого и среднего предпринимательства, как определенный сегмент рынка, и физических лиц составил 87,9%. По формам собственности розничный товарооборот распределился следующим образом. 67,8%, то есть порядка 70% – это частная форма собственности, 23,4% и 8,8% – это государственная. То есть за последние пятилетку мы наблюдаем четкий тренд минимизации в отрасли торговли предприятий государственной формы собственности. Соответственно, превалирует у нас форма собственности, такая как частная, что по своей сути имеет определенную подоплеку в определении именно параметров развития этой отрасли. В частности, именно практик взаимодействия между организациями как торговли, так и производителями. В частности, в товарной структуре товарооборота следует отметить следующие тенденции, которые сложились за это полугодие. Например, темп роста продовольственных товаров составил 104,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного года соответственно. Непродовольственных – 100,5%. На положительный темп роста розничного товарооборота оказал влияние ряд факторов, в частности, это сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения, стабильная ценовая ситуация. Хочу отметить, что за этот блок также отвечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. И в этом направлении было принято множество решений в целях стабилизации ценовой ситуации и ее сохранения, а также обеспечения выполнения прогнозных показателей по инфляции. Также наблюдался определенный отток депозитов физических лиц, что также являлось определенным фактором, который стимулировал розничный товарооборот. Активная маркетинговая политика торговых сетей, такая как акции, распродажи, рекламные игры – это, соответственно, можно соотнести с тем блоком, который я озвучивал ранее, о том, что у нас все-таки превалирует частная форма собственности в данном сегменте. В принципе, вот это, наверное, основные факторы, которые способствовали увеличению темпов роста розничного товарооборота. Если говорить об оценках и прогнозах, то в текущем году мы наблюдали определенную сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, которая также в той или иной степени оказала на влияние, оказала влияние на развитие торговли. Но в целом, по итогам года мы прогнозируем то, что темп розничного товарооборота может сложиться на уровне до 102%. С розничной торговлей разобрались. Как дела обстоят в секторе оптовой торговли? Если говорить непосредственно об оптовой торговле, то данный сегмент развивался немножко в диаметрально противоположном направлении от сектора розничной торговли. В частности, если приводить определенную оцифровку, то оптовый товарооборот за первое полугодие текущего года составил 45,1 миллиарда рублей или в сопоставимых ценах 91,1% к уровню предыдущего года. То есть тут мы наблюдаем определенные тренды снижения товарооборота. И если говорить о факторах, то это, конечно же, снижение экспортных поставок, а также снижение темпов роста промышленного производства. По оценке, опять же, по итогам года мы прогнозируем достаточно такую определенную вилку от 92 до 98%, если говорить о темпах и ростах. Но итоговое значение в любом случае будет зависеть в большей степени от восстановления внутренней и внешнеэкономической активности, в том числе от восстановления деятельности промышленных предприятий, республики и увеличения объемов производства, снятие карантинных мер в ряде стран, потому что оптовый товарооборот напрямую взаимосвязан с нашими партнерами по внешнеторговой деятельности. Также он будет зависеть от восстановления мировых цен на нефть и восстановления экспорта калийных удобрений. То есть есть определенный блок факторов, которые непосредственно окажут влияние на его формирование по итогам года. Важная всегда сфера деятельности – это развитие торговой инфраструктуры. Как обстоят дела в Беларуси в этом направлении? Что касается инфраструктуры, то непосредственно в увязке с темпом роста розничного товарооборота у нас также прослеживаются положительные тенденции по открытию новых торговых объектов. Если говорить о современных тенденциях, то в текущих реалиях развитие торговой инфраструктуры осуществляется в основном за счет развития торговых сетей, строительства, гипер- и супермаркетов, а также крупных продовольственных магазинов и дискаунтеров. Если говорить о статистике, то по данным торгового реестра в первом полугодии текущего года в целом по республике количество розничных торговых объектов увеличилось на 2,1%. И на 1 июля у нас этот показатель уже превышает 120 тысяч единиц. В принципе, если говорить об инфраструктуре, то повторюсь немножко, у нас тут достаточно положительная динамика, то есть темпы прироста варьируются от 2 до 2,5%. А какова на сегодняшний день доля сетевого ритейлера? Ну, то есть сетевой торговли. В настоящее время в республике функционирует порядка 4 тысяч сетевых субъектов торговли, если быть точнее, там 4 тысячи 800, которым принадлежат 33 тысячи магазинов. Это порядка 65% от общего количества магазинов. В принципе, торговая площадь сетевых операторов на рынке занимает порядка по оценкам и также подтверждается наша статистическая информация, и в частности данными торгового реестра, составляет она порядка 80% от общего объема рынка. Если несложно перечислить, те самые крупные торговые сети, которые у нас сейчас функционируют? Не хотелось бы тоже тут в определенном контексте создавать рекламу, но у нас все-таки превалирует именно с точки зрения количественных показателей, я имею в виду количество объектов, торговой площади. Все-таки в топ у нас входят предприятия потребительской кооперации, также магазины всем не безызвестные, это Евроопт, Санта, Рублевский, Гиппо, Беломаркет. Я думаю, они у всех на слуху, у всех наших потребителей, поэтому тут ничего, скажем так, тайного нет. Также в топ у нас входят такие сети, как Корона, Доброном, Соседи, Виталюр, Грин, они также активно развиваются на текущем этапе существования отрасли. Ну, в принципе, я думаю, это основные ритейлеры, которые входят именно в топ по количественным показателям. А на каком уровне сейчас сложился показатель обеспеченности населения Беларуси торговыми площадями? Данный показатель, он относится к системе социальных стандартов, то есть он на самом деле является очень важным для нашего министерства. Мы выстраиваем активную аналитику, а также принимаем определенные меры для его повышения. Данный показатель на сегодняшний день характеризуется обеспеченностью населения, в частности торговыми площадями. С учетом того, что я уже озвучил, у нас положительный тренд по приросту, там торговые площади увеличились на 2,5%, следовательно, данный норматив в целом выполняется, и на сегодня он уже приблизился к отметке 800 квадратных метров на 1 тысячу человек. При этом хочу обратить внимание, что норматив установлен в размере 600 квадратных метров. То есть у нас тут превосходит на 200 квадратных метров. Еще один важный социальный показатель – это обеспеченность торговыми площадями, объектами на селе. Как у нас в этом сегменте развития? В данном сегменте также мы отмечаем по итогам полугодия активное развитие. Сельская местность развивается достаточно в положительном ключе. Мы тоже принимали и принимаем на данный момент ряд мер по развитию инфраструктуры на селе. В частности, функционирует всем небезызвестный указ 345-й развития и торговли в сельской местности. Если говорить о цифрах, то в сельских населенных пунктах у нас количество магазинов увеличилось на 3,6% и составило порядка 8,5 тысяч единиц. Торговая их площадь приросла на 4,3% и составила 728 тысяч квадратных метров. Еще один важный полноценный блок, информацию о котором хотелось бы получить, это сфера развития общественного питания в Беларуси. Какие у нас основные тенденции и какое количество объектов общественного питания на сегодняшний день функционирует в республике? Если говорить о тенденциях, то в связи с изменением уровня покупательской способности населения и переориентации покупательского спроса, развитие инфраструктуры общественного питания в настоящее время происходит в основном за счет открытия объектов быстрого обслуживания. То есть это своего рода уже тренд. Все более востребованными становятся заведения, которые отличаются от других быстрым приготовлением блюд и соответственно их подачей, а также их невысокой стоимостью. То есть, например, пиццерии, кафе, кофейни, пивные бары, бургерные с различными формами обслуживания. В последнее время объекты общественного питания стали активно развиваться и открываться в составе культурно-досуговых и лечебно-оздоровительных, а также торгово-развлекательных центрах. В сфере ресторанного бизнеса многие организации специализируются на национальной, японской, восточной и итальянской кухне. Многие отечественные организации общественного питания взяли курс на развитие по моделям франчайзинга. Я думаю, это тоже всем небезызвестные марки. Я не буду уже озвучивать в целях, скажем так, предупреждения определенного рекламирования. Но хочу отметить то, что вот в данном направлении у нас стали также активно развиваться и национальные бренды. То есть ряд сетевых операторов в секторе общественного питания активно развивают свои собственные сети. Особое внимание в этом году мы уделили в том числе открытию объектов общественного питания, основанных на традициях белорусской национальной кухни. Из 20 тысяч объектов общественного питания у нас порядка где-то 500 специализируются на приготовлении блюд национальной кухни. Если позволите ремарку, 20 тысяч это всего по республике? Да, это всего по республике. Ну, если быть точнее, там 21,5 у нас, немножко округляю. Из них порядка 500, то есть у них прослеживается именно четкая направленность на блюда национальной кухни. При этом тут хочу отметить, что если делать аналитику именно по всем объектам общественного питания, то национальная кухня присутствует во много большем количестве объектов. То есть я говорю именно о тех, которые на ней специализируются. И среди дополнительных услуг организации общественного питания также у нас стала активно развиваться доставка блюд по заказу потребителей и выездное обслуживание. Это с учетом эпидемиологической обслуживания стало особенно актуально? Да, конечно. Это особенно актуально, при этом с учетом повышения спроса на данные формы обслуживания. Для удовлетворения спроса населения на услуги общественного питания в летний период, что на данный момент также актуально ежегодно, организуется работа летних площадок, сезонных объектов общественного питания, таких как летние кафе. Я думаю, жители столицы и других регионов республики это уже активно отмечают. Но с учетом погодно-климатических условий, я думаю, этот процесс стал активизироваться немножко позже. В текущем году. С учетом роста спроса населения на продукты питания в высокой степени готовности, в крупных продовольственных магазинах стали активно открываться кулинарные цеха. Тоже своего рода определенный тренд. Данные объекты специализируются на выработке кулинарной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, которые, как правило, подаются через специализированные отделы в данных торговых объектах. Ну и такой вопрос интересного характера. Существует ли норматив социальных стандартов в области общественного питания? И если да, то на каком уровне он сложился у нас в Беларуси? Да, данный норматив существует. Это также очень важный показатель для жизнедеятельности населения, для потребности населения. Он определяется обеспеченностью населения местами в общедоступных объектах общественного питания. И по состоянию на 1 июля текущего года данный показатель составил 43,2 места при нормативе 40. То есть у нас тут тоже идет определенное перевыполнение. Ну что ж, Михаил Валерьевич, у меня вопросов больше нету. Спасибо большое. Единственное, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить с профессиональным праздником всех людей, которые имеют непосредственное отношение к торговле. Наша отрасль является одной из движущих сил экономики, обеспечивает гражданам республики продовольствием и различными атрибутами людского бытия. Полагаю, что работником торговли может стать только ответственный, внимательный и умный человек. Каждый день коллеги по данной отрасли готовы трудиться, не покладая рук, обеспечивая различными товарами все наше население. Ежедневный труд наших коллег направлен на благо каждого жителя страны. И я полагаю, что вместе мы делаем одно полезное дело. Пускай это дело приносит удовольствие, хороший доход и пользу обществу. Поэтому еще раз всех с праздником, с профессиональным нашим праздником, с Днем работников торговли. Ну и от лица Национального пресс-центра, я думаю, всех журналистов белорусских, мы вас также поздравляем с вашим профессиональным праздником. Надеемся, что вы продолжите также профессионально выполнять свой долг. Михаил Валерьевич, спасибо большое за интервью, коллеги. Спасибо вам. Всем спасибо и всего доброго.